Здравствуйте! В эфире программа «Экономика». Я, Игорь Китаев, расскажу об основных новостях этой сферы. Правительство России направит почти 7 миллиардов рублей на развитие железнодорожного транспорта в Крыму. Такая сумма заложена в федеральный бюджет 2016 года, который подписал Владимир Путин. Нынешняя сумма более чем в два раза превышает объем прежних субсидий. Напомню, что год назад Министерство транспорта России подготовило стратегию развития до 2030 года. На развитие железнодорожной инфраструктуры Крымского федерального округа предполагается выделить 135 миллиардов рублей. Предусматривается строительство новой железнодорожной линии Пролетная Керчь, а также ряда станций, в том числе крупных. Будет модернизация линии от Джанкоя до Феодосии и Керчи протяженностью около 207 километров. Буровые вышки Черноморнефтегаза переехали на разработку перспективного месторождения Гордиевича. Оно располагается на шельфе в северо-западной части Черного моря. По словам директора компании Игоря Шабанова, запасы газа могут достигать от 68 до 100 миллиардов кубометров. Для их подтверждения необходимо проделать три скважины. Поскольку месторождение достаточно глубокое, свыше двух километров, бурение займет около года. Сейчас на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на суше Крымского полуострова Черноморнефтегаз разрабатывает восемь месторождений. Два газоконденсатных, пять газовых и одно нефтяное. Разведка ведется на Прикерченском участке шельфа Черного моря, в южной части Азовского моря и к северо-западу от Крыма. Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Сергей Ясиков сообщал, что в ближайшее время добыча газа на территории Крыма возрастет до 5 миллиардов кубометров. Это закроет 100% нашей потребности в природном газе, даже с учетом строительства двух электростанций мощностью 470 мегаватт каждая. Совет министров Республики Крым одобрил прогноз социально-экономического развития на 2016-2018 годы. В качестве статистической базы использовали цифры за прошлый и текущий год. Учитывались основные тенденции развития полуострова. Темпы прироста валового регионального продукта в 2016-м году прогнозируется в размере 5,5%. В 2017-м 5,4%. В 2018-м году 6,3%. В рамках этих показателей ожидается рост промышленного производства и сельского хозяйства, как животноводства, так и растениеводства. Для сравнения добавлю, что в близком нам географически Краснодарском крае в 2015-м году происходит, напротив, снижение валового регионального продукта. Оно достигает полутора процентов. А в 2016-м там ожидается рост всего на 1,1%. Правительство Крыма вводит добрую традицию публичных слушаний республиканского бюджета. Каждый гражданин России, проживающий на полуострове, может принять участие в этом мероприятии. Таким образом реализуется принцип прозрачности бюджетной системы и достигается обратная связь между населением и органами власти. 17 декабря войдет в историю полуострова как дата первых публичных слушаний. Проект крымского бюджета на 2016-й год имеет следующие параметры. Доходы 67 миллиардов рублей, расходы 87 миллиардов, дефицит 19 миллиардов. Для его покрытия будет привлекаться межбюджетный кредит. Источниками для исполнения доходной части служат налоги, сборы, пошлины, акцизы, а также продажа и сдача в аренду государственного имущества. Плановая сумма таких поступлений 24 миллиарда рублей. Все остальное в размере 44 миллиардов это межбюджетные трансферты. Среди расходов бюджета доминирует образование, здравоохранение и национальная экономика. Последнее подразумевает в том числе строительство дорог и капитальное вложение, которое осуществляет Республика Крым. Участие в федеральных программах позволит еще более нарастить расходную часть. По словам Сергея Аксенова, она может достичь 100 миллиардов рублей. По мере получения дополнительных средств в закон о бюджете будут вноситься соответствующие изменения. Министерство промышленной политики Республики Крым держит на особом контроле ценообразование на продукты питания и товары первой необходимости. Активизирована работа комиссий, контролирующих недопущение реализации продовольствия со спекулятивными надбавками. За 11 месяцев 2015 года осуществлено около 9 тысяч мониторингов за порядком ценообразования на продтовары. С руководителями объектов торговли проводится разъяснительная работа. Доводится мысль о недопущении искусственного завышения цен. В настоящее время на территории Республики дефицита продовольственных товаров нет. Потребительский спрос удовлетворяется в полном объеме. Инцидент со сбитым бомбардировщиком наложил тяжелый отпечаток на отношения России и Турции. Это коснулось в том числе спорта. Исполком Российского футбольного союза рекомендовал футбольным клубам не проводить зимние сборы в Турции из-за сложной политической обстановки. Отказались от своих планов тренироваться в этой стране московские «Спартак» и «Локомотив», «Краснодарская Кубань», «Команда Уфа», «Грозненский Терек», «Махачкалинский Анжи», а также «Сербская Црвена Звезда» и два клуба из Армении. Станет ли Крым альтернативой Турции в вопросе приема футболистов зимой? Мы поговорим с Юрием Александровичем Витохой, президентом Крымского футбольного союза. Юрий Александрович, добрый день. Как вы прокомментируете планы Крыма стать зимней футбольной меккой для российских футболистов? Мы, конечно, очень довольны, что так случилось. Нельзя говорить, что так случилось именно с бронбардировщиком, потому что все понимаем, что есть негативные последствия, конечно. Но что связано с футбольной инфраструктурой, то мы тут очень рады и готовы принять, конечно, не в том объеме, как Турция, но 15-20 клубов единовременно вполне возможно могли бы принять. Уже есть опыт, что российские клубы тренируются на территории Крыма? Вы знаете, опыт был положен в том году. Уже 16-18 клубов проводили в том году сборы на Крымском побережье. И я думаю, что в целом остались довольны. Конечно, единственный минус был на тот момент. Было немного спаррингов, потому что мы знаем, с санкциями и в футбольном мире мы не смогли на тот момент предоставить для клубов спарринг-матчи, которые очень нужны именно в этот период для команд, которые приезжают на сборы. Имеется в виду, что какой-то маститый элитарный клуб приезжает в Крым, и здесь местные клубы участвуют с ним в тренировочных играх. Совершенно верно. Вот у нас, так помню на память, что в январе приезжал клуб из Москвы, Торпеда, и стал вопрос о спаррингах. И изъявил желание ФК Севастополь. И москвичи даже чуть-чуть переживали, что не накложат на них санкции, если они сыграют даже товарищеский матч. Звонили в штаб-квартиру, насколько я знаю, в Ньон, и узнавали, и дали добро. И Торпеда Москва играла тренировочный сбор именно с ФК Севастополь в Севастополе. Хорошо. Расскажите, есть ли какие-то специфические требования, которые предъявляются футболистами к гостиницам, где они будут размещаться, а также к футбольным полям, на которых они будут тренироваться? Ну, конечно, есть в первую очередь требования именно к футбольным газонам, потому что клубы Премьер-лиги и ФНЛ в первую очередь хотят тренироваться на натуральных полях. И здесь у нас, конечно, они есть, но мы все понимаем, что в первую очередь погодные условия, да, все-таки Турция, ну, чуть-чуть, но, наверное, потеплее. Это самое главное, скажем, требование, чтобы газон был натуральный, и в гостинице, ну, я думаю, что каких-то требований таких очень скрупулезных или нету, я не думаю, что только, наверное, к питанию. Вот за питание всегда отвечает доктор и администратор, как правило, они заранее выставляют меню, и прорабатывается меню, и они прилетают на два дня раньше, чтобы подготовить все сборы. Я не думаю, что есть какие-то там специфические требования к отелям. Ну, хорошо, а есть ли вариант, что при сильных морозах футболисты будут тренироваться в закрытом помещении? Такое практикуется? Ну, вы знаете, конечно, если случается мороз, опять же, это погода, минус 15, минус 20, то, конечно, переходят в закрытые, потому что можно и обморозить, потому что и мышцы, и могут быть травмы. Для этого и силовые упражнения, и больше беговые, тогда на день, на два, я думаю, что больше у нас не бывает, переходят в закрытые помещения, чтобы не получить травмы именно с мышцами. Хорошо. Какое количество футбольных полей в настоящее время есть в Крыму для того, чтобы принимать зимние сборы российских футболистов? На сегодняшний день Крым располагает порядка 15-18 натуральными полями и 10-12 искусственными полями, полномасштабными, полноразмерными для того, чтобы принимать команды мастеров. Я думаю, что, еще раз повторюсь, что 10-15 – это очень комфортно, мы можем принимать клубов, и я говорю, единовременно. Ну, 15-20 – это уже будет чуть-чуть сложно, но возможно. Ну что ж, будем надеяться, что все у вас получится. Юрий Александрович, большое спасибо, что пришли в нашу студию. Спасибо и вам, Игорь. После запуска второй ветки энергомоста с материковой России, Крымский полуостров может вновь успешно выполнять экономические задачи в промышленности, сельском хозяйстве, торговле и туризме. Глава Крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что наша экономика не понесла катастрофического урона из-за блэкаута и заверил, что потери, нанесенные республике, обязательно будут восстановлены. На этом у меня вся информация. До свидания и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова